Мы вошли в такое пространство в реальной политике, где, с одной стороны, Хамас, да, террористы, но это не проблема России, и тем более это не проблема Путина. То есть это террористы где-то там еще. А для Владимира Путина это уважаемые партнеры, и самое главное, это инструмент, с помощью которого он может играть в свои геополитические игры. Мы такое видели, этим занимается не только Владимир Путин. На самом деле, чем-то подобным занимался и Советский Союз в свое время. И, кстати, Соединенные Штаты, напомню, что Талибан, который как раз приезжал и перегораживал улицы в Москве год назад, получал деньги от ЦРУ во время Афганской войны, да, и вообще был взросшен, не в последнюю очередь, как раз американским правительством. Поэтому это пространство реальной политики, мы от него немножко поотвыкли, кажется, вот после конца Холодной войны, после 90-х годов, было ощущение, что мир входит в такую гармонию. Ну, некоторым даже казалось, что вот, наступил конец истории, и ребята, в очередное дежурное напоминание, у истории не бывает конца, и когда вам начинает так казаться, это значит, вы теряетесь в связи с реальностью. Сейчас история вернулась в нашу жизнь, история вернулась в Россию, а там, где начинается история, отпадают вот все эти какие-то морализаторские, идеалистские концепции о том, что нельзя разговаривать с террористами. Нет, нельзя разговаривать с террористами, которые ведут террор против тебя, а разговаривать с какими-то вот такими далекими террористами, которые являются проблемой для другой страны, можно, и вот Владимир Путин считает, что это даже необходимо.